Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл бесед о клинической фармакологии. В нашей студии клинический фармаколог, доцент кафедры терапии клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Талибов. Здравствуйте, Олег! В центре нашего внимания на протяжении ближайших, по крайней мере, трех выпусков этого цикла, будут разные аспекты появления новых лекарственных препаратов. Пожалуйста, Олег, вам слово, начинайте. Добрый день! Спасибо, спасибо за приглашение. Я бы начал с того, что я сказал бы... Ну, я 25 лет назад закончил мединститут, и вот я просто с ужасом думаю, сколько уже за это время изменилось. Вообще, кто-то когда-то сказал, что лет через 50 над всеми нашими рекомендациями будут смеяться. Беда в том, что мы не знаем, над какими именно. Ну, по крайней мере, над половиной. Но если мы сейчас посмотрим, я не знаю, там, Стругацкий, Мир полудня, 22 век, вот что, собственно, из 20 века мы возьмем с собой в следующее столетие? Антибиотики? Ну, не факт. Инсулин? Ну, уже сейчас появился назальный инсулин, да, который капается в нос. А пересадку органов, что-то еще, вакцины, химиотерапию, рака, уверенными быть нельзя, но скажу одно. 20 век, он интересен тем, что именно в 20 веке медицина, а именно разработка лекарств стала, ну, действительно, наукой. То есть, в нее пришла математика, в нее пришла научная методология, и появилось то, что мы сейчас называем медицина, основанная на доказательствах. Evidence-based medicine. Сейчас это уже, в общем, стало таким модным термином. Это такая современная, я не знаю, религия научной медицины. Я когда-то пытался понять, когда же, кем был проведен, ну, первый спланированный медицинский эксперимент. Нашел довольно забавную историю, ну, я, как я, нашел в интернете, что называется, вот в англоязычном источнике, упоминание о неком китайском трактате еще 8 века, где любопытный китайский доктор решил посмотреть, а так ли хорош Женьшень, действительно ли он помогает. Женьшень, известно, адаптоген, помогает адаптироваться к каким-то неблагоприятным условиям среды. И он поставил эксперимент, он взял двух пленных, одного напоили, там, я не знаю, чем раствором, отваром, чем-то, в общем, Женьшень содержащим, а другому дали просто попить водички и сказали, бегите. Ну, а чтобы они бежали хорошенько, за ними пустили в садниковскую тайну. И тот, который пил Женьшень, он убежал дальше. Ну, вот был сделан вывод, что Женьшень, да, действительно, он эффективен. Это амбруас Паре, человек, с которого, ну, началась, наверное, научная хирургия, медицинская хирургия. Он вообще, он врачом-то не был, по сути, он был хирургом, и хирурги в его времена, они были чем-то вроде гильдии парикмахеров. Он говорил такую очень разумную вещь, что врач может излечить изредка, помочь иногда, но утешить всегда. И когда-то, участвуя в войне, вот он столкнулся с такой вещью, и тогда раны прижигали кипящее масло. Ну, и получали, что, кроме последствий самих ран, еще и ожог получали, да. И у него там было какое-то сражение, у него было очень много раненых, и у него кончилось кипящее масло, ну, вот просто не хватало. И он наложил на этим оставшимся бедолагам какие-то повязки из подручных материалов. И он с ужасом подумал, что все, у него пропали, у него погибли все эти нечестные больные. И он потом описывал, что он с утра побежал к ним, рассчитывал найти полный лазарет трупов, ничего подобного. И состояние было гораздо лучше, чем состояние тех, кого вот заливали кипящим маслом. Ну, вот, собственно, вот он опубликовал данные вот такого своего наблюдения, изменилась позиция, изменились подходы к лечению ран. Этот парень, его зовут Джеймс Линд, а с него, наверное, началась действительно история доказательной медицины. А это... Это какой век? Это уже 18-й. Это 1747 году он закончил медицинский факультет Одинбургского университета, пошел плавать во флот, пошел работать на корабль. Он был корабельный доктор на крейсере Солсбери, они там в Бискайском заливе, патрулировали Бискайский залив, гонялись за пиратами. Ну, и проблема мореплавателей всех времен, это Цинга. Естественно, команда крейсера оценожила, и Джеймс Линд решил просто проверить, а нельзя ли найти средства Цинги. Он поделил, взял 12 матросов с признаками Цинги, поделил их на 6 пар. То есть, по сути, он создал то, что вот сейчас мы назвали 6 параллельных групп в этом эксперименте. То есть, это уже выборка, это уже не китайские два человека. Это уже была какая-то выборка. А дальше он начал экспериментировать. Двоим он давал морскую воду из-за борта, просто дополнительно, ну, потому что, ну, вот, логика такая, там, не знаю, рыба плавает, вроде бы не страдает, может в морской воде есть что-то хорошее. Двоим давали, там, капельки, не знаю, серной кислоты добавляли немножко в воду, то есть, разбавленную серную кислоту. Двоим давали нашатырь, двоим ячменную воду. Еще двоим из офицерского рациона давали сидр, а там по три кружки сидра в день. Ну, и последним двоих заставляли съедать два лимона, один апельсин в день. Через 10 дней эксперимент пришлось прекратить, потому что они слопали все апельсины, все цитрусовые, но один из матросов полностью избавился от признаков цинги и вышел, приступил к внесению своей службы, вышел на вахту. А второй, у второго состояния улучшилось, и он начал работать, ну, чем-то вроде санитара в этом плавучем лазарете. Джеймс Линд искренне считал, что он нашел средства от цинги, он радостно вернулся, он пробежал в Лондон, начал просить, чтобы его пустили в Королевскую академию наук, потому что он сделал открытие, ему говорят, ну, здесь серьезные люди заседают, ученые, академики, а ты кто такой? В общем, ничего не изменилось, да, все достаточно типично. Он очень обиделся, расстроился, уехал к себе на родину, в Шотландию, в Эдинбург, ну, два заклятых братских народа, если что-то не понравилось англичанам, шотландцам всегда это на ура, то есть его там взяли в университет, помогли издать книгу «Details of Scurvy» трактата Цинге, а потом он получил кафедру военно-морской гигиены. И вот, кстати, во многом благодаря разработкам Линда, Британия сохранила свое доминирование на морях, именно потому что британские матросы, они просто были здоровее, они пили лимонный сок, он разработал процедуры по, как часто менять тюфя, как часто одежду и так далее. Но, в общем, все началось именно с этого эксперимента, и дальше, к 19 веку, медицина постепенно начала становиться наукой. Вот еще одна история, вот как вот искали лекарства раньше, вот очень интересно. Это Уильям Уизеринг, человек, который принес миру на перстянку, который принес миру сердечные гликозиды. Он узнал, что есть какая-то бабка, ведьма, не знаю, знахарка, которая, там, ВИЧ-доктор, так, по-моему сказать, да, знахарка, которая лечит отеки. Лечит отеки она отварами сорока трав, отварами сорока трав. Каким способом он вырвал у нее секрет этого отвара, история о том умалчивает. Ну, по крайней мере, он составил список этих трав, которые использовала эта дама. Но он обладал уже европейским рациональным подходом, таким рациональным мышлением. Он понял, что, наверное, все-таки одно какое-то, одна какая-то трава ответственна за этот противоотечный эффект. Он начал экспериментировать, он последовательно пациентам в течение нескольких лет давал разные отвары из этих сорока трав. И, в конце концов, понял, что на перстянка приводит к исчезновению отеков. Но он сделал вывод, что на перстянка является мочегонным средством. Он как бы не очень правильный вывод сделал, да, но, с другой стороны, таким образом мы получили сердечные гликозиды. Ну, это такие, это вот такие истории научного поиска. Но вот в 20 веке разработка нынешней системы изучения лекарств, исследований, вывода на рынок, она сопряжена во многом с трагическими ситуациями. Вообще, первыми начали регулировать рынок американцы еще в 19 веке. То есть, появились такие регуляторы рынка. Ну, что является регулятором рынка? Там, не знаю, российский рынок, скажем, лекарственных препаратов регулирует Минздрав и Минпромторг. В Америке есть Фонд Драк Администрейшн, такая очень многоущественная, ответственная организация. Они контролируют все. Да, да, они контролируют все, что вот принимает человек. Допустые приборы, медицинские приборы. Они контролируют лекарства, медицинские приборы, они контролируют продукты питания, они контролируют косметику. То есть, это такой мегарегулятор. А в начале 20 века этот мегарегулятор был небольшим бюро, состоящим в основном из клерков, не врачей, не ученых, не специалистов, а просто следили за тем, чтобы цены очень сильно в аптеках не завышались. В 1937 году в Соединенных Штатах случилась такая история. Тогда появились первые сульфаниламидные препараты, одновременно и в Европе, и в США. И компания Мессенджел, эта компания была семейная, по фамилии ее хозяев, основателей. Эта компания решила разработать новую форму лекарственного препарата, новую форму сульфаниламида, чтобы этот сульфаниламид принимали дети. Дети не хотели пить невкусный порошок, опрызничали, они решили сделать раствор сульфаниламид, чтобы он какой-то вкусненький был. И, конечно, это такой с вкусом клубники, добавить туда какой-нибудь сиропчик. А главный технолог компании Гарлд Водкинс, он очень долго пытался подобрать растворитель, потому что возникла проблема, сульфаниламид не растворялся, не хотел растворяться в воде, он не хотел растворяться в слабом растворе этилового спирта, но в конце концов он обнаружил, что сульфаниламид можно растворить в диетелингликоле. То, что мы сейчас используем в качестве антифриза, например. И на рынок, без предварительного тестирования, он попробовал диетелингликоль, но вроде бы там ничего, на вкус, на вкус, кстати, диетелингликоль достаточно приятный, со слов тех, кто пытался его пить когда-то, когда у нас вели антиалкогольные мероприятия. А я как раз поступил в мединститут, вот я работал санитаром в реанимации, мы столкнулись с отравлениями диетелингликолем, потому что говорили, что мы пьем там ликер. А Америка столкнулась с этим в 1937 году. Препарат со вкусом клубники, названный эликсир сульфаниламидом, начал продаваться в четырех штатах. И через некоторое время в газетах вспыхивает скандал, что умирают пациенты, а так как препарат предназначался для детей, то преимущественно умирали дети. Так вот раскопали 107 смертей, связанных с этим диетелингликолем, с этим препаратом, эликсиром сульфаниламидом. И тут вспомнили, что есть, оказывается, Эвдеи. И сказали, ребят, ну вот, собственно, ваш час пробил, вы для этого и существуете, сделайте что-нибудь. А они не знали, что делать. Ну, 1937 год, телевидение, там, на уровне концепции, радио не везде, газеты не читают, не все. Каким образом сообщить людям, вот быстро, что препарат необходимо, то, что называется, отозвать с рыбы. Отозвать. Да, препарат должен быть отозван. И офицеры, служащие Эвдеи, они вот буквально поехали по этим штатам, они ездили везде, искали этот препарат, а это были преимущественно такие большие аграрные штаты. Это всю историю описал в своей книге один из офицеров Эвдеи, ему там пришлось бедному на три месяца отложить свою свадьбу, а пока он там ездил, его невеста вышла замуж за кого-то другого. Ну, в общем, цена сульфамидных препаратов. Да, компания Мессенджер была абсолютно уверена в том, что препарат безопасен. Они, наоборот, они пошли другим путем. Они созывают пресс-конференцию, и директор компании, медицинский директор компании, ее научный директор, Фейер Мессенджер, он прямо на глазах журналисту говорит, «Ребята, я уверен, это абсолютно безопасный препарат», и он на глазах журналистов выпивает пузырек этого эликсера сульфаниламида, это была 108-ая смерть. И через полгода оказалось, что еще в середине 30-х годов, в 34-м году были опубликованы статьи, что деятель англиколь небезопасен, что он токсичен, что это яд. Ну, опять-таки, вот как интернета не было, Медлайна нету, Пагмеда нету, где искать, не вся информация доходила до людей. И Гарлд Уоткинс, когда столкнулся с этим, в общем-то, будучи обвиняемым в газетах в причине смерти, вот этих вот 107 смертей, он пустил себе пулю в лоб, это была 109-я смерть, поставившая точку в этой истории. Важным последствием этой истории было то, что в 1938 году в США, 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 в США. В УТИ было принято решение, что любое лекарство перед выходом на рынок должно быть протестировано на очищенность и безопасность. Вот, по-вашему, очищенность и безопасность, чего нет, чего не хватает? Ну, и того, и другого. Не-не, чего не хватает в этих условиях? Эффективность. Да, сейчас это совершенно, вот очевидно, элементарно. Это такая триада обычная, когда пишут какие-то статьи о новых средствах, говорят, эффективность, да? Да, да, да. То есть эффективность третья, но самое главное. Тогда считалось, что нет, если врач считает, что это эффективно, если производитель считает, что это безопасно, доказывать эффективность не надо, можно начинать продавать это лекарство. И, собственно, так считалось до 61-го года, как ни странно. Вот, кстати, интересная история с мессенджером. Представьте себе, что сейчас какая-то компания выпускает на рынок препараты, в течение буквально пары месяцев погибает 107 пациентов. Представляете, да, какой будет скандал, что будет с этой компанией. А вот тогда компанию мессенджер пытались чем-то обвинить, но все-таки виноваты, но они не нарушили формально никакого закона. Они не пытались сделать зло, они делали добро. По невидению. Да, по невидению. Ну, в общем, их надо было оштрафовать. И к ним прицепили, сказали, что нашли где-то какую-то инструкцию, что эликсиром должен называться все-таки раствор в этиловом спирте. И сказали, ребят, ну вот 100 тысяч долларов штраф за то, что вы неправомерно использовали название эликсир. Сейчас 100 тысяч долларов – это гораздо большая сумма, там несколько миллионов долларов. Ну, все равно. Вот на слайде есть один интересный пример, еще один. Вот тоже самое компания мессенджер. Вот как выпускались препараты. Это толудианиновый композитум. Это средство от кашля. Это раствор каннабиса, хлороформа и морфина в этиловом спирте. Три в одном. Ну, эффективно, наверное, эффективно. Вот, кстати, компания мессенджер, что забавно, она не ушла с рынка, она была одной из первых компаний, которая начала разработку предметов женской гигиены. То есть, вот эти вот, что называемые тампоксом, да, брендом, как на американский рынок привела как раз компания мессенджер. Это была вот их идея. Вот, интересна эта история еще тем, что тогда в Food and Drug Administration поняли, что одними бюрократами, функционерами, клетками они не обойдутся. И нужны какие-то консультанты, эксперты, врачи. Они попытались найти кого-то, они разослали запросы в американские университеты. И только один из университетов отреагировал на их запрос, потому что тогда туда пошла работать молодая девушка, химика Фрэнсис Кэлси, которую приняли на работу в университет. Вообще по неведению университет принципиально не принимал тогда женщин. Это сейчас женщина лучше работает, чем мужчина. Тогда в Америке считалось наоборот. Вот, они просто по глупости решили, что Фрэнсис Кэлси – это мужчина. Они сделали ей предложение о работе, а когда пришла девушка в юбке, ну, уже было поздно отказываться. И, естественно, когда пришел запрос из УДИИ, они поняли, что появился шанс от нее избавиться. Они сказали, мы вам даем самого лучшего, квалифицированного, прекрасного сотрудника, вот, берите ее, забирайте ее в УДИИ, и пусть она с вами работает. Это был такой первый научный консультант УДИИ, но мы к ней еще вернемся. Вот, кстати, интересный момент, вся история, да, бывает, повторяется. Уже в начале 2000-х годов, вдруг бабах, в Панаме такая же история, более 200 случаев отравления идентифицируют причину отравления диетели англиколь. Что происходит, никто не может понять, но все знают, что отрава. Начинают раскапывать пациенты, которые, оказывается, что эти пациенты принимали безрецептурное лекарство от кашля. Какой-то сиропчик. Пытаются выяснить, ну, там ничего вроде в составе нет, берут лекарство, оказывается, в составе диетелин гликоли. Хотя среди вспомогательных веществ диетелин гликоли отсутствует. Раскапывают, выясняется, что компания-производитель, когда покупала эксцепиенты, вспомогательные вещества, она покупала их у одного из китайских поставщиков и не стала объяснять, что им нужен глицерин для лекарства. Для приема внутрь. Да, потому что как только мы начинаем что-то продавать для приема внутрь, ценник этой субстанции сразу возрастает в разы, естественно. Они сделали запрос на глицерин, а китайцы, дело в том, что диетелин гликоли, как растворитель, может заменять глицерин в технике. И китайцы им запарили, а диетелин гликоли, который был подешевле, назвав его Ти-Джи-глицерин. Они так и написали в составе, что в состав входит Ти-Джи-глицерин. Когда начали выяснять, что такое Ти-Джи, оказалось, что иероглиф Ти-Джи значит заменитель. То есть, вот это вот в Китае, вот так вот он технически мог обозначаться. Вот такая вот история, такое неожиданное возвращение истории с диетелин гликоли, прозорством в начале 2000-х. Но мы сейчас вернемся в Европу. Вот интересный факт. Вот такой он немножко парадоксальный. Вот как вы думаете, какая страна первая в 20 веке приняла на уровне закона, на уровне такой рекомендации жесткой, такое правило, что нельзя включать людей в медицинские испытания, если испытания сопряжены с небезопасностью их, либо состраданиями человека? Ну, если вы спросили, я не знаю, я могу догадаться, что это Германия. Да, да, это действительно парадоксальный факт, потому что Германия была страной, которая в 1933 году, причем это было одновременно с приходом к власти нацистов, разработала правила по включению людей в медицинские исследования. И какое-то время в Германии боролись противоборствующие стороны. Одни говорили, что ребята, надо соблюдать закон, а другие говорили, что закон с законом, но у нас же все-таки мы должны как-то продвигаться. Мы строим новый мир. Да, в исследовании препаратов. Изначально первые исследования проводились на откровенном криминалитете, им предлагали, этим преступникам, там был один преступник, ему предложили вариант, его, над ним проводят эксперимент очень опасный, потенциально он был смертелен для человека, но его пять предшественников погибли, ему сказали, ну вот если ты согласишься, выживешь, мы тебя отпустим. Он был какой-то серийный убийца, он согласился и выжил, какой-то неубиваемый оказался. Вот его, опять-таки, государство было своеобразным, но правовым-то на тот момент, его отпустили, а он опять кого-то убил. Ну, в общем, его вернули в тюрьму и решили не искушать судьбу и казнили уже. А дальше это начало превращаться в систему, то есть в ту страшную систему, о которой мы узнали уже после серии нервистских процессов над военными преступниками. Вот это фон, это концлагерь Аушвиц. Вы знаете, я просто коротенькую ремарку совершенно случайно, буквально вчера я вычитала книги Карла Сагана, он рассказывал о таком же скандальном эксперименте в Америке, в штате Алабама. Лечили сифилис, в части, да, вот, шумные... Да, это эксперимент Таскигема, о нем обязательно поговорим позже. Да, да, да. Да, 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 я обязательно о нем расскажу. Я сейчас вспомнила, что это те же самые годы, с 32-го, 52-го. Человек, который, ну, во многом незаслуженно, кстати, стал символом нацистской медицины. Юз Менгель, он... Ну да, такое вот нарицательное... Да, нарицательное имя, хотя до 43-го года он вообще-то, он воевал, воевал на Восточном фронте, он воевал в танковой дивизии в АФНСС, был ранен. А танк был подбит, он вытащил там экипаж из горящего танка, был представлен к железному кресту, а дальше он был признан негудным к воинской службе, его отправили в концлагерь Аушвиц. У него должность как-то очень смешно звучала, он был чем-то типа заместителя директора лагеря по медицинской части. И начал свои эксперименты. И, кстати, в отличие от многих преступников, военных преступников, Менгеле ушел от наказания. Он два года скрывался после войны в Германии, а потом переехал в Парагвай, дальше он жил в Аргентине, в Бразилии, причем он даже вернул потом в 60-е годы свое имя. И вот он на второй фотографии незадолго до смерти уже. Он умер сам, он купался там в 78-м году на пляже, случился инсульт в воде, и он утонул. Но в действительности она, которая была открыта в ходе судов, в ходе трибунала в Нюрнберге, она была действительно страшная. Потому что в какой-то момент экспериментаторы, любопытные вебисекторы, работающие в концлагерях, они получили в свои руки совершенно неограниченный человеческий материал. А будучи еще индоктренированными тем, что они являются представителями высшей расы, а это в общем переходный вариант недочеловеки. Я расскажу о паре экспериментов буквально, сейчас об этом все можно почитать. Но вот, например, все знают, что нацисты собирали однояйцевых близнецов по всей Восточной Европе. Это был очень интересный материал. Ну действительно, генетически однояйцевые близнецы. Но близнецовый метод это то, что сейчас используется. Да, близнецовый метод. Генетически идентичные. Два генетически идентичных организма. Особенно если они, это дети, они выросли вместе, они еще не взрослые. У них не произошло фенотипической дивергенции, связанной с разными условиями социума, внешней среды и так далее. Одного брали в качестве испытуемого, например, подвергали воздействию какого-то отравляющего вещества, паразит, бактерия. В общем, какая-то экспозиция. А второго оставляли, что называется, в качестве контрольного. Когда первый погибал, второго убивали, проводили параллельную аутопсию. Все изменения в организме экспонированного ребенка за счет исходного внесения в него какого-то агента. С точки зрения науки эксперимент абсолютно чистый, великолепный эксперимент. С точки зрения человеческой морали понятно, почему несколько врачей было приговорено в результате трибунала к смертной казни. Интересные факты. Первое исследование возможности гемодиализа. Котслагерь Бухенвальд. Исследование возможности гормональной контрацепции. Концентрационные лагеря. И после войны начали говорить, а можем ли мы пользоваться данными, научными данными, полученными в концентрационных лагерях в таких условиях. Это этическая, конечно, этическая, очень неоднозначная ситуация. Очень. Ну, пользуемся. Ну, каким это уже пользуемся. Еще одна очень яркая личность – это Отто Амброс. Отец, это немецкий фармакохимик, отец нескольких лекарственных препаратов и нескольких боевых отравляющих веществ. Он был судим на Нюрнбергском трибунале, вот в выделенном деле именно врачей. Но его участие в бесчеловечных экспериментах доказано не было. Однако же он сотрудничал с концерном Farming Industry. И он был приговорен к 10 годам тюремного заключения, потому что использовался рабский труд заключенных. Он вышел там, не досидев пару лет за примерное поведение. Вот его встречают. И дальше он сразу же оказался в немецкой компании Грюненталь. Ну, мы вернемся к нему. А вот как раз эксперимент, о котором вы сказали. Это эксперимент в ТАСКИГе, который проводился. Задача экспериментаторов была посмотреть. Вообще, в 30-е годы пенициллина еще нет, чем лечить сифилис. Ну, лечили его тяжелыми металлами. А ртутью, да? Ртутью, да. То есть, само по себе лечение, оно было очень токсичным. И экспериментаторы решили выяснить, а вообще, ну, а можно не лечить? Вот давайте посмотрим, а что хуже? Естественно, течение сифилиса или то лечение, которое мы имеем. Были набраны две группы. В группе контроля вошло, сразу оговорились, что в эти группы было включено исключительно чернокожее население Америки. Оно было абсолютно малограмотным. Им вот рассылали такие листовки, где было написано, что... Там даже не было написано, что у них сифилис. Им писали, просто у вас там bad blood, вы страдаете от дурной крови. Вот им предложили включиться в это исследование. Несколько сотен получало лечение конвенционное, что называется, то есть то, которое было на тот момент. А 299 человек не получало никакого лечения вообще. Их просто наблюдали. Но, правда, им... Не, но им что-то делали вроде условное плацебо. Ну, им практически ничего не делали. Но они думали, что... Они думали, что им делают. Да, да. Более того, им там через год им предложили еще делать, пунктировать спинномозговой канал, брать спинномозговую пункцию, спинномозговую жидкость, чтобы оценить момент развития нейросифилиса. При этом говорили, что если у вас рождаются дети, пожалуйста, приносите детей, мы посмотрим, что врожденный сифилис, это очень интересно, там приводить своих партнеров, мы будем их наблюдать. В общем, из существенной преференции они получили, им была только оформлена похоронная страховка, что для, кстати, малограмотного, бедного религиозного населения было очень важно. Потом началась война, их, соответственно, зовут военкомат, они приходят, у них сифилис, их отправляют на принудительное лечение, а экспериментаторы сделали все, чтобы освободить их от службы, от этой воинской повинности, от службы в армии. С 1946 года пенициллин одобряется Food and Drug Administration как стандарт лечения сифилиса. Они не получают это лечение. Более того, статьи, описывающие ход этого эксперимента, это очень длинный был эксперимент, они появляются периодически в прессе, когда Самуэл Бакстер, работавший в Американском комитете по предотвращению контроля инфекционных заболеваний в конце 60-х годов, вдруг начинает бить колокола во все, это, ребята, что такое, откуда в США могут взяться люди, которые десятилетиями страдают сифилисом в далеко зашедшем уже вторично-третичной форме, и не получают вообще стандартного лечения. Дальше было разбирательство, был большой скандал, докторов этих выгнали из медицинской ассоциации, лишили лицензии, появился такой Бельманский отчет, описывающий все это, а дальше в 1997 году была церемония в Белом доме, на которой Билл Клинтон от имени американского народа извинялся перед, да, вот, на тот момент 7 человек, 7 участников. А вы с ним рядом выжившие? Да, это один из участников этого эксперимента, он уже глубокий старик, их на тот момент было 7 живых оставалось, и, по-моему, четверо, да, четверо доехали, присутствовали на этой церемонии. Ну, а это история, которая, одна из самых знаменитых историй. Это же наше поколение, что называется. Да. В Лондоне есть такой проект, называется «Четвертый постамент», там на Трафальгарской площади, на трех постаментах стоят британские короли, а четвертый в свое время просто у города кончились деньги, и он остался пустым, тогда они не поставили никакую скульптуру. Вот, и долго говорили, что там, поговаривали, что ныне здравствующая королева появится на этом четвертом постаменте, ну, а потом решили сделать следующее, на этот постамент где-то на полтора года ставится какое-то произведение, ну, искусство. И вот такая вот странная скульптура, она 10 лет назад, в течение полутора-двух лет стояла на Трафальгарской площади, а некоторые говорили, что это памятник жертвам лекарств, была такая точка зрения, некоторые говорили, что это памятник вот именно жертвам Талидомида. Ну, на самом деле, на нем было написано, что это памятник Эллисон Лаппер, памятник называется Эллисон Лаппер беременная, называется скульптура. Это скульптура Эллисон Лаппер, а в ее лице это памятник стойкости человеческого духа. Собственно, вот она Эллисон Лаппер, это фотография с ее открытого интернет-сайта, она является публичной фигурой, это женщина, которая, возможно, была одной из 12 тысяч детей, которые родились вследствие того, что их мамы в период беременности принимали Талидомид. С ее ребенком, ребенок, вот видите, получился очень симпатичный, мальчика зовут Патрис, она такая публичная фигура, она все это описала, она написала книжку «My Life in My Hands», «Моя жизнь в моих руках», по-моему, она не переведена на русский язык, но для Советского Союза, в Советском Союзе талидомида не было, и поэтому проблема эта, она на советских детях не отразилась, это не была проблема Советского Союза. А вот... Это успокоительная от тошноты беременных, да? Да, с этим препаратом связана очень интересная история. Да, вот как раз этот препарат, вот то, что я скажу сейчас, это не имеет, пожалуй, это, пожалуй, единственное, что я сегодня расскажу, что не имеет абсолютно строгого исторического подтверждения в документах, но все-таки есть статьи на эту тему. Этот препарат иногда называют последним преступлением Третьего Рейха. Отто Амброс выходит из тюрьмы, и тут же оказывается компания Граненталь. И тут же компания Граненталь появляется очень перспективный препарат, талидомид, который успокаивающий препарат. Это седативный препарат, но в отличие от распространенных в 50-е годы барбитуратов, он не обладает тем, что называется синдромом второго дня, то есть разбитостью, вялостью, не страдают люди, которые его получают. В общем, компания Граненталь готовит препарат к выпуску. В 55-м году в марте месяце у одного из сотрудников компании беременная жена, и у нее очень сильный токсикоз. Ее тошнит, ребенок желаемый, он не знает, что делать. Зная, что препарат в том числе обладает противорвотным эффектом, он некоторое количество просто стащил с работы, принес домой и начал кормить свою жену. Есть точка зрения, что препарат был разработан в лаборатории Ота Амброса именно как противорвотный препарат, как антидот при применении боевых отравляющих веществ. Так вот, его жена получает этот препарат, и 25 декабря, как раз в Рождество, 55-го года рождается девочка Элизабет без ушных раковин. Это была первая зафиксированная история тератогенного эффекта талидомида, на которую никто тогда не обратил внимания. С 56-го года препарат появляется на рынках. Сперва он продавался безрецептурно даже в супермаркетах, поэтому он получил колоссально большое развитие. У препарата не было официального показания о тошноте беременных, но все знали, что он помогает при тошноте беременных. И вот это то, что мы называем сейчас оффлейбл прием, прием не по зарегистрированному показанию. Он послужил причиной того, что очень много беременных получало этот препарат. Начинают рождаться дети. Начинают рождаться дети. В основном, конечно, наиболее бросающиеся в глаза патологии – это фокомелия, недоразвитие трубчатой конечности, или амелия, отсутствие конечности вообще. И что очень страшно, эти дети рождаются с нормальной нервной системой. То есть это нормальные. То есть интеллект как бы сохранный? Да, это абсолютно нормальные дети, нормальные люди, но у которых вот такие вот врожденные уродства и с ними надо было что-то делать. В США препарат практически не проник. Вот Фрэнсис Кэлси, возвращаемся к ней. Она на тот момент получила второе медицинское образование, она стала уже таким чином большим в FDA, авторитетным человеком, и она писала свою PhD, как философию доктора, в общем, диссертацию на тему проникновения препаратов через пациенту. К ней поступает на рассмотрение досье этого препарата, и именно к ней, потому что предполагалось, что его будут пить беременные уже на тот момент. Она просит предоставить данные об испытаниях этого препарата, она просит предоставить данные об испытаниях препарата на животных, на беременных животных. В общем, она затянула процесс регистрации этого препарата почти что на два года. Против нее в американской прессе компания, которая рассчитывала продвигать этот препарат, развязала оглушительную кампанию. Писали, что бюрократы из ФДА, ретрограды тормозят прогресс в то время. Да, вся прогрессивная Европа давно пьет гандерган, это коммерческое название таллидамида. Ну а потом, естественно, общественное мнение развернулось в диаметрально противоположную сторону. Она стала героиней ФДА, спасшей Америку от проникновения этого препарата. Вот на фотографии президент Кеннеди вручает ей медаль за особую доблесть, за особые заслуги на гражданской службе. Ну, кстати, об испытаниях мне рассказывал эндокринолог профессор Смирнова, что не было. Почему он проник вообще на рынок только на самцах? Из животных только на самцах его испытывали, и там все было хорошо. Вы знаете, самое интересное... Про беременность тогда никто поскольку не думал, на самках не испытывали. Про беременность не думали, это первое. Второе. Не все лабораторные животные демонстрируют тот же самый эффект алидомида, который возникает у человека. Потому что... Ну да, это другая проблема. Это тоже проблема. Оно очень видоспецифично. Это особая проблема клинических... На крысах не моделируется, на кроликах не моделируется. Моделируется на специфическом виде кроликах, на шиншиллах. Моделируется на человекообразных обезьянах, моделируется на человеке. Еще одна проблема химическая, как, опять же, мне говорил сугубо химик, не медик, академик Гальданский, это проблема хиральной частоты, так называемая. Да, да, совершенно верно. С талидомидом это была проблема хиральной частоты, то есть поляризация была в недопустимую сторону. Да, потому что... И на это не обратили внимания. Тогда не было, тогда никто не обращал внимания на это. То есть об этом знали, но не следовали значить. Да, талидомид являлся рацематом. Да? Да. То есть он не был L-формой. Да. Дело в том, что и L- и D-формы, они обе обладают тератогенным эффектом, но риск возникновения тератогенного эффекта при приеме D-формы, он очень велик. Велик, да. В отличие от этого формы. И еще у талидомида есть еще одна особенность, почему очень трудно поймать это. У него очень узкое, уязвимое окно. То есть окно, когда он может оказать тератогенный эффект. Это в первом триместре буквально одна неделя, там с 35-го по 42-й дни. Все, до ничего не будет. Пока вот эти конечности. После, да, ничего не будет. Поэтому эту частоту развития вот этого эффекта талидомида, ее и долго не удалось отловить. И было очень много разнообразных гипотез. Ну, кстати, о Францисе Кэлсе. О, это она. Это она, да. Она умерла позапрошлым году. Она прожила почти что 101 год. Более того, из АВДА ее выкатили в прямом смысле на коляске, на пенсию только в 2006 году. Потому что она действительно, она была символом АВДА. Она до 2006 года читала лекции еще. Ну, потом она уже, она куда-то поехала в 16-м, мне кажется, году. Она поехала к своей внучке или правнучке куда-то в другой штат, подцепила. В общем, у нее случилась пневмония, и она все-таки умерла. А это вот она где-то там ближе к 2010 году. Вот такая вот. Действительно, с талидомидом очень трудно было найти причину этой истории. И, ну, смотрите, 50-е годы. До этого не фиксировалось случаев фокомилеи и амилеи. А здесь в Европе массовые случаи. То есть, совершенно очевидно, что что-то изменилось во внешней среде. Какое-то воздействие. Сперва начали грешить на радиацию. Ну, да, это было бы тогда актуально, Хиросима. Да, Хиросима, Нагазаки, но тогда это должно было бы быть в Японии. В Японии там другая проблема, там начали появляться, учтилась лейкемия. Ну, это да, что-то из показов. Да, а фокомилеи нет. Фокомилея, она Европа и Австралия пострадала, честно, в Новой Зеландии. Следующая идея была, ну, как 50-е годы, середина 50-х годов, сексуальная революция в связи с появлением контрацептивов. И начали говорить о том, что это контрацептивы. Те женщины, которые когда-то получали контрацептивы, рожают после этого таких детей. Я был очень удивлен, когда я общался, скажем, в Британии с людьми, ну, достаточно образованными, но не специалистами, которые искренне считали, что талидомидовые истории связаны с приемом контрацептивов. Ну, тоже, в общем, нет, потому что в США этого нет. В США контрацептивы очень распространены. Они там, собственно, и зародились. Да. И в 61-м году австралийский доктор Вильям Макбрайт первый связал частоту применения препаратов талидомида на этапе беременности с частотой рождения вот таких вот странных детей. Собственно, эти данные, он написал письмо в журнале «Ланцетт», впоследствии эти данные были проанализированы. Ну, вот видите, там два графика, пунктирчиком идет объем продаж талидомида, а сплошная линия – это частота рождения детей с фокомилией. Да, совершенно. Это два идентичных, по сути, графика, отстающих друг от друга по фазе. То есть, ну, это было уже зарегистрировано позже. Начинается разбирательство. ФДИ, не ФДИ, европейские регуляторы приходят в компанию «Граненталь». Говорят, ребята, покажите ваши данные, как вы испытали ваш препарат, потому что у вас написано, что его получило более трех тысяч человек. Компания не может привести никакой документации по этим испытаниям. Вот после этого начали говорить, что, скорее всего, испытания проводились еще в 40-е годы от Амбросом и его группы, да, на заключенных. Но эти данные… Но это не доказывают. Да, доказательств уже не существует. Опять-таки, обвинять компанию «Граненталь» во всех смертных грехах тоже не приходится. Они на тот момент не нарушили ничего. Более того, эта компания создала очень большой фонд, из которого она выплачивает деньги. Она выплачивала деньги на реабилитацию социальную вот этих вот детей. И сейчас этот фонд продолжает существовать. И уже даже сейчас этих запросов у нас этих талидомидовых детей практически уже нет. Ну, вот из этого фонда деньги выплачиваются на реабилитацию детей с другими врожденными патологиями. И вот, казалось бы, талидомид стал таким, не знаю, символом инфернального зла, как доктор Менгеле. Жупил такой, да. Да, такой жупил. Но на самом деле на рынке-то его не было всего лишь несколько лет. А в 66-м году, в 61-м году, в 62-м году официально его отозвали на всех странах с рынков. Все, он исчезает с рынков. А в 66-м году в израильском лепрозории происходит такая интересная история. Вот человек в галстуке на этом снимке, в очках и галстуке. Вот европейский человек, это доктор, главный врач лепрозория в Израиле, доктор Ягаб Шескин. Он эмигрировал туда, приехал из Нидерландов. У него тяжелый пациент. У пациента проблемы, у пациента надулярная эритема на фоне лепры. Сопровождается болезненностью, пациент не спит. По сути, пациент признается бесперспективным. А у него просто завалялся этот талидомид. И он решил, ну там беременная женщина, здесь, в общем-то, погибающий мужчина. А почему бы нет? Начал его кормить. И внезапно он написал, что состояние пациента улучшилось уже первую же ночь. И это состояние пациента начинает улучшаться. Причем оно начинает улучшаться и в плане клинических проявлений лепры. Он написал об этом письмо, он сделал сообщение такое. Ну его, естественно, поругали за то, что он такой плохой препарат назначил пациенту. Но в 1966 году в Великобритании было дано разрешение на проведение испытаний эффективности талидомида при лепре. Лепра не проблема современных развитых стран. Вы много видели больных с лепрой? Нет, я только в детстве боялась. И у детства их тоже. Боялась увидеть. В детстве их тоже боялась. То есть, когда услышала, боялась увидеть. Но не видела, на самом деле, ни одного. То есть, я знал, что есть лепрозорие, где они все как-то в резервации живут. Да, мало кто из врачей вообще видел больных с лепрой. Ну вот я видел, мне так повезло, скажем. Не знаю, в хорошем или плохом смысле. И он применялся очень много лет при лепре. А потом выяснилось, что этот препарат является блокатором фактора некроза опухоли альфа. И его начали применять сперва при синдроме множественной меломы в ВИЧ-инфицированных больных. Ну, в общем, для него появилось сейчас несколько показаний. И, кстати, вместе с этими показаниями появились новые проблемы, новые случаи возникновения фокомелии. Поэтому вот условия, что вот эта современная пачка талидомида, на ней обязательно должно быть написано, что это талидомид большими буквами, и что обязательно на пачке сигарет курение убивает, что ни в коем случае нельзя применять его при беременности. Вот такое устройство, которое разрабатывалось для этих детишек, например. А на правом вот этот симпатичный зверек, это та самая шиншилла. Это тот самый мелкий лабораторный зверь, на котором удалось смоделировать все-таки. Удалось смоделировать тератогенный эффект алидомида. На крысах, на обычных кроликах, на мышах не получается. Поэтому вот действительно такая видоспецифичная тератогенная активность у препарата. История эта привела к тому, что сперва в Грунгенталь пришли, попросили данные испытания. А потом в Америке возник такой вопрос в американском конгрессе. Там было два конгрессмена, Кефауэр и Харрис, два юриста. И они, начиная с середины 50-х годов, доставали всех вопросом. А почему американское законодательство столь несовершенно? Вот помните, да, я сказал, в 1938 году сказали, что лекарство должно быть испытано на безопасность и его очищенность. А почему не на эффективность, спрашивали они? То есть, они просто... Ну, им говорили, ребят, ну, врачи устраивает все, где и устраивает? Ну, в конце концов, оставьте. И вот на волне вот этого алидомидового скандала они снова пришли и провели эту, так называемую, поправку Кефауэра-Харриса, что любое лекарство, которое попадает на рынок США, должно быть обязательно испытано в клинических исследованиях и должна быть доказана его эффективность. Безопасности одно недостаточно. Вот с этого начался такой период строгого регуляторного отношения к клиническим испытаниям. В 1966 году в европейских странах это было принято в большинстве, ну, а к настоящему моменту это уже является фактическим стандартом. Ну, и так, чтобы уже завершить вот мой сегодня первый рассказ, просто еще немножечко пара слов об этом Вильяме Макбрайде, который первый связал применение алидомида с тартогенным эффектом. Он стал очень знаменитым после этого. Его назвали в 1962 году мужчиной года. планеты Земля. Он получил титул отец года, врач года, акушер года и кто-то еще. В Австралии для него создали такой, ну, типа НИИ, фаундейшн 41, фаундейшн 71, по-моему, назывался. То есть организацию, которая занималась мониторингом безопасности лекарственных препаратов при беременности. И Вильям Макбрайт, будучи человеком очень амбициозным, в какой-то момент почувствовал, что его знаменитость, его слава, она катится к закату. Он гонялся за всякими лекарствами. И в конце концов он нашел препарат, доксиламин, который тогда продавался под названием бинедиктин, у которого было под этим названием зарегистрировано показания лечения тошноты беременных. И он опубликовал данные, согласно которым этот препарат приводил к врожденным патологиям. Компания-производитель имела совершенно другие основания, но вы понимаете, если сталкиваются интересы ученого-подвижника, врача и интересы компании, на чьей стороне общественное мнение. Компания предпочла не драматизировать ситуацию и просто отозвала этот препарат с рынка на основании вот этих вот публикаций. А дальше его сотрудники слили в прессу информацию, что он сфальсифицировал эти данные. Там на Западе странные люди, они искренне считают, что если кто-то фальсифицирует данные, то это в общем преступление. Диссернета на них нет. Да, 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 диссернета на них нет. Его исключили из медицинской ассоциации, несмотря на все заслуги в 93-м году. И, кстати, заодно его даже приговорили к условному сроку, его еще вменили в вину, что он когда-то летел в самолете и решил принимать роды на борту, где-то над океаном. И как-то не очень удачно их принял. Ну уж бить так бить. Но в 98-м году его восстановили в правах. Собственно, вот такая вот история, вот такая вот история 20-го века, приведшая к состоянию вещей, которым мы имеем дело сейчас. К тому пути лекарственного препарата на рынок, о котором я уже расскажу в следующей программе. Спасибо большое, Олег. Мы прощаемся ненадолго. И следующая наша беседа, ваша лекция будет посвящена этапам становления эффективных препаратов. Как они выходят, в конце концов, на рынок. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.